Партия «Единая Россия» привела большой съезд, в котором принял участие глава государства. Какие задачи поставил Владимир Путин перед членами партии и как они будут исполняться? О ключевых итогах съезда поговорим сегодня с депутатом Госдумы Аленой Аршиновой. Алена Игоревна, рада приветствовать вас. Взаимно. Спасибо, что пригласили в очередной раз. Но федеральные эксперты, которые следили за ходом съезда, отметили, что партия «Единая Россия» – одна из первых политических партий, объявила о том, что они начинают готовиться к выборной кампании 2021 года. Получается, еще два года впереди, но вы уже начинаете разрабатывать и обновлять программу партии. Вот уже есть понимание, каким образом эта программа будет обновляться, на чем вы будете работать? Наша задача сейчас – мало того, что выполнить ту программу, с которой мы шли. Да, сейчас середина цикла, действительно, еще до 2021 года время есть, фактически два года до выборов. Но между тем нам нужно обновлять все пожелания наших избирателей. То есть нам нужно сейчас провести обновление нашей предвыборной программы. То есть мы выйдем с отчетом, что мы сделали, и уже выйдем в момент выборов или предвыборной гонки, мы выйдем уже с обновленной предвыборной программы. Поэтому нам очень важно сейчас сформулировать ее. А у кого мы ее будем спрашивать? Это у наших избирателей. Потому что есть люди, которые видят нашу работу, у которых есть замечания, с которыми мы работаем. И мало того, что мы корректируемся на ходу по мере выполнения предыдущей нашей предвыборной программы, мы уже будем синтезировать новую. Каким образом это будет? Вы опросы будете проводить в интернете или личные беседы, в общественных приемах? Так и есть. Для нас очень важно, чтобы в каждом регионе были лидеры. Лидеры-единороссы или лидеры-эксперты в той или иной области. Для нас важно, чтобы это мнение было профессиональным. Но с другой стороны, чтобы оно в том числе было выражено с любого места. Будь то, может быть, село, рабочий поселок, город, миллионник. Чтобы мнение каждого жителя было учтено. Но для нас важно не только очно встречаться, поскольку я человек, который поддерживает эффективную связь с избирателями через социальные сети. То есть может любой написать. Или я, или мы помощники, и мы оперативно связываемся, задаем вопросы. И если мы понимаем, что это тема, которую мы, например, по какой-то причине еще не касались, ее нужно проработать, собрать аргументы. И, может быть, даже подготовить поправки в законодательстве. Мы вместе готовим эти поправки. То есть я понимаю, что активность офф-онлайн выросла. И люди готовы подавать предложения и очень хорошего, качественного, экспертного уровня. Поэтому мы готовим фактически изменения законодательные вместе с самими учителями. То есть вот это, по-моему, здорово. Сейчас рейтинги «Единая Россия» достаточно низкие. Около 30% по разным источникам. А задача-то у вас стоит амбициозная. Большинство получить, до 70%. Ну, понятно, что ваши политические очки, наверное, в том числе уменьшились за счет непопулярных решений, связанных с пенсионной реформой, с НДС и так далее. Но наверняка ваши оппоненты же это будут использовать? Это первое, что это, да, конечно. И как вы планируете нивелировать эту ситуацию? Быть партией большинства и принимать решения, это значит не только принимать популярные решения и находить на них средства. Это означает иногда и принимать непопулярные решения, то есть нести бремя этой власти. То есть вот в этом есть проблема. У нас было время, когда я, например, еще была подростком, я помню, что тогда было становление новой России, и когда у моего отца, например, как у военнослужащего, были льготы на транспорт, на многое. То есть принимались популярные решения, но льготы эти востребовать никто не мог. То есть по факту проезд был платный, а льготы в федеральном законодательстве существовали. А мы принимаем такие решения, чтобы они работали. Они работают. Мало того, что это написано, оно еще обеспечено. Поэтому, конечно, мы будем объяснять, почему те или иные решения принимались вот так. То есть наша задача рачительно подходить к бюджету, то есть мы понимаем, что деньги там не нарисуются. И когда оппозиция будет выступать, я буду тоже говорить о том, какие были предложения. А ресурсы под эти предложения не предусматривались. То есть даже желания не было их предусмотреть. Поэтому, конечно, будет определенная политическая полемика, без этого никуда. Но я уверена, что наши избиратели во всем разберутся. Ну вот одна из задач, которую поставил Владимир Путин на съезде, она касается национальных проектов. О том, что нужно максимально эффективно реализовывать эти проекты. И задача ваша, как членов партии, это контролировать. Тем не менее, на съезде Дмитрий Медведев обозначил о том, что информировалось очень низкое население вообще о том, что происходит. Вот я по себе знаю, спроси у любого человека, он там не назовет, наверное, и пару национальных проектов, какие вообще работают. Ну, что-то происходит, что-то там делается. А название, в общем, миссия какая, основная цель и так далее, мало кто понимает. Вот как можно, как вы думаете, эту информированность повысить? И другой вопрос, надо ли? Потому что, например, мне, как обывателю, вообще все равно, откуда деньги идут? Постройте мне школу, поставьте мне садик, сделайте дорогу. Конечно, надо. Просто потому, что вы платите налоги. И вы обязательно должны понимать, куда ушли эти деньги. Иначе бы эти деньги были в вашем кармане. То есть, если дороги нет, и денег в кармане нет. А где же эти деньги? Что это за приоритеты такие? Что это за национальные проекты? Поэтому задача власти информировать о том, как это все происходит, куда идут деньги, у кого появился детский сад, а почему в вашем творении от детского сада. Потому что там, например, недостаток больше. То есть, там очередь больше. Более густонаселенный, например, район, чем у вас. А вы, например, через год. Поэтому тоже это нужно понимать. Иначе задача власти объяснять, даже просто информировать, просто для того, чтобы ее понимали. Даже элементарно. Потому что, если идет поляризация, то тогда растут протестные настроения, и в том числе и рейтинги, и моей партии будут падать. Поэтому наша задача проинформировать. Об этом сказал как раз и Дмитрий Анатольевич Медведев, как председатель партии, председатель правительства. И об этом говорил президент Владимир Владимирович Путин. А как делать? По национальным проектам. Сейчас, например, на национальные проекты заложено более 2 триллионов рублей. Это огромная сумма. И это только начало. И более того, мы сейчас же над бюджетным процессом трудимся. Сейчас мы приняли уже в двух чтениях бюджет, и мы понимаем, что мы уже на 200 миллиардов увеличили расходы на нас проекты. Что такое нас проекты? Это, грубо говоря, аккумуляция решений проблем в той или иной отрасли. 204-й указ президента, то есть это с его подачи начались эти национальные проекты. Поэтому мы даже делаем платформу, она уже работает в семи регионах. Эта платформа называется ngl.er.ru. То есть на er.ru можно ее найти и посмотреть. Это называется национальные проекты глазами людей. Человек заходит на эту платформу, нажимает на кнопку своего региона, и перед ним открывается карта региона. И можно нажать и увидеть, где строится детский сад, где строится школа, где поликлиника, что вообще, куда идут деньги в его регионе, что это за национальные проекты. То есть пока в Чувашии эта платформа не работает, но она заработает. То есть 7 регионов уже подключились, включая Чечню. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы подключилась и Чувашия, чтобы любой человек просто захотел посмотреть, он посмотрел. А какие-то комментарии можно вставлять? И комментарии можно ставить, и пожаловаться можно. И, допустим, если указано, что там сроки такие-то, и не попадает, и человек видит, что не попадает по срокам, тоже можно об этом сообщить. Наша задача сейчас подключить все регионы. Наша задача... А примерно когда это случится? То есть в ближайшие годы? В ближайшие, да. Уже в ближайшие, я думаю, пару месяцев уже это должно заработать во всех регионах. Потому что мы в этом заинтересованы. Говорите вы хорошо про обратную связь. Это тоже ключевой момент. То, что обратная связь обязательно должна быть через интернет и личное общение. Я так понимаю, что общественные приемные несколько будут переформатированы, да? Что-то по типу МФЦ. Как это будет выглядеть, и что это вообще людям даст? У нас действительно очень много... Большой поток людей в наших общественных приемных. С одной стороны, это говорит о том, что это востребовано, и значит, вопросы решаются. С другой стороны, это говорит о том, что если люди пришли в общественную приемную, значит, где-то власти... Они уже где-то ходили по другим местам. Да, не сработало. Они ходили, и не сработало. Поэтому, конечно, здесь... Почему МФЦ? Потому что... Как МФЦ? Да, принцип будет такой. Потому что, во-первых, нам важно решить текущую проблему человека. Во-вторых, вовлечь в процесс формулирования решения проблем. То есть, если человек столкнулся с какой-то проблемой, у него уже есть некоторая экспертность в этом вопросе. То есть, чтобы он мог участвовать в выработке решений. Конечно, люди, которые ко мне приходили, например, и жаловались на... Или давали замечания. Или предложения по реформированию или по разрешению той или иной ситуации в образовании. Конечно, для меня важно их спросить в следующий раз. А вот такое решение вас устроит, если мы вот так сделаем? Потому что, знаете, иногда наши учителя просто устают от каких-то федеральных указаний. То есть, вырабатывать решения нужно вместе с людьми. Я очень ценю, когда ко мне приходят учителя, заведующие, дошкольные работники, работники дополнительного образования. Не в ущерб вообще просто людям, которые не имеют ничего общего с образованием. Но я тут же применяю, например, я их стараюсь вовлечь. Есть люди, которые приходят с вопросами по ЖКХ. Я тут же соединяю с ЖКХ. А если у нас сразу будет работать система, которая будет вовлекать людей в эту историю, во-первых, это для нас электоральный эффект. Люди принимают решения, вырабатывают их вместе с нами. И они наши сторонники, если они видят, что решаются, их спрашивают про принятие решений. Поэтому мы только заинтересованы в этом. Ну вот еще расскажите про Центр правовой поддержки Единой России. Вот у нас он когда будет работать, он, может быть, уже работает, просто мы не в курсе. И что это вообще такое? С какими проблемами туда можно брать? Да, смотрите, Центр правовой поддержки. У нас, знаете, как получается? То есть мы вообще переформулируем, переформатируем нашу работу. У нас вместо 15 партийных проектов у нас выделяется 5 направлений, среди которых, опять же, образование, я об этом говорила. И у нас будет 6 рабочих групп, среди которых как раз будет правовая защита. Потому что очень много ресурсов у нас действительно занимает правозащита. Потому что в первую очередь люди не формулируют какие-то решения, а нужно за них заступаться. Но здесь нужны системные решения для того, чтобы эти проблемы больше не возникали. То есть не разовые акции, а это уже будет направление работы. Чтобы, знаете, как сразу соединяться с законодателями, сразу менять эту систему и так далее. То есть сегодня, наверное, это, пожалуй, самое главное. Ну и наша оппозиция, например, и системная, и несистемная, и, например, коммунисты, СССР, тот же Алексей Навальный, то есть все сконцентрированы именно на правовой защите. То есть на защите прав человека. Поэтому партия тут точно не должна отставать. То есть, да, по сути, мы фактически можем на ходу менять вообще законодательство. У нас есть все ресурсы для этого. Ну это же неповоротливый механизм. Так что быстро все равно не получается. Страна большая. И, конечно, даже разные вопросы в каждом регионе имеют свой спектр, да, преломление, свою специфику. Поэтому, конечно, в том-то и отличаются, да, мобильные, например, такие правосущитные группы от большой партии. Но, с другой стороны, нам легче сформулировать это решение и принять его. Вот в этом плюс. Ну вот еще одна задача, которую бы также поставил Владимир Путин, она касается работы с молодежью. То, что нужно в вашу партию привлекать молодежь. Но не секрет, что сейчас большинство молодежи, она аполитично, да, нигеристично настроена, если сказать оппозиционно. Тем более к партии власти. Многие вообще стараются как бы отстраниться от политики. Вот что вы можете молодежи предложить? Вы знаете, я за творчество. Поэтому я за любые устремления молодых людей, чтобы они были счастливы, чтобы они нашли себя, чтобы они нашли свою стезю. И это не важно, что это, политика или это музыка, или это художественное направление. Главное, чтобы у них были все шансы на развитие, да. Но я приветствую тех молодых людей, которые хотят быть полезными, да. Они стараются сделать все возможное, чтобы улучшить жизнь окружающих людей. И для них у нас есть такой проект, который называется «Политстартап». И вот смотрите, по итогам выборной кампании, например, давайте я вам скажу, вот в этом году у нас очень много молодых людей благодаря вот этому проекту стали депутатами. Местными, да, местного уровня. Это молодые люди, которые готовы на уровне сельских поселений, на уровне своих городов помогать практикой малых дел, но нужных дел, а потом, собственно, уже формулировать свои стратегии и идти на региональный уровень, на федеральный уровень, менять окружающий мир и делать его добрее и приветливее, да. Поэтому что у нас получилось? У нас 1300 новых муниципальных депутатов. Это очень большой. Молодых. Молодых, да, молодых. Это очень большой-большой процент. То есть фактически у нас 38% из всех наших кандидатов – это молодые люди, которым мы помогли стать. Что такое «Политстартап»? Это техническая поддержка и идеологическая поддержка. То есть мы делаем все возможное, чтобы молодые люди с поддержкой выходили на праймерис, на предварительное голосование и наравне соревновались со взрослыми федеральными политиками, региональными известными политиками. И очень часто выигрывают даже у прокуроров, ректоров крупнейших университетов, потому что молодежи верят. Потому что молодежь не имеет какого-то прошлого, в котором можно было усомниться. Потому что молодые люди не хотят привыкать к проблемам, они их видят. Потому что молодые люди открыты, потому что они мобильны, потому что они объезжают свой округ на велосипеде, потому что они ходят сами в магазины. Они видят проблемы, они разговаривают прямо на рынках со своими избирателями. И не нужно к ним идти куда-то в приемную. Поэтому молодые люди, им это несложно, у них много сил, энергии. И реально такие молодые люди, поскольку у нас платформа, мы вместе работаем. Я же координатор этого проекта «Политстартап». Они мне тут же говорят, какие проблемы. И мы раз и соединяем их, и опять же переформулируем законодательство. В этом класс именно политикой России. Мне кажется, основная молодая поросль, если она хочет быть активной политически, она примыкает совсем к другим. Не к единым России. Смотрите, есть разные люди. Это хорошо, когда молодые люди могут выбрать, с кем им по пути. А может быть, они хотят быть, знаете, как молодыми революционерами, как Че Гевары, например. В этом ничего плохого. Я помню, что я сама была фанатом Че Гевары. И тоже в моем прошлом есть некоторая революционность. Я была и позиционером, и много чего. Это уже отдельная история. Не буду про нее сейчас рассказывать. Но при этом, когда ты становишься старше, ты понимаешь, что все-таки нужны системные решения. Потому что революция, революция – это романтика, это интересно. Тебе, во-первых, не нравятся унылые, тухлые лица старых чиновников. Ты хочешь всех обновить. Хочешь обновить собой. Ты считаешь, что у тебя при всем максимализме есть и таланты, и ты мог бы себя проявить. Это здорово. При этом, когда ты потихоньку растешь и бегаешь по митингам и прочее-прочее, у тебя все равно копится содержание. Эти молодые люди, которые все равно выходят на митинги и на площади, они все равно смогут что-то предложить. Потому что все равно каждый из них профессионал в каком-то деле. Кто-то музыкант, а кто-то, например, в муниципальном праве хорошо понимает. То есть он может госуправление улучшить. Или он учитель иностранных языков, и, например, мне его мнение полезно в этом вопросе. То есть поэтому, конечно, это здорово. Все равно с ними нужно общаться. А есть и те, кому нравятся другие политики, которые сейчас у власти, и им кажется, что, например, они, как правило, может быть, где-то постарше. Или у них нет какой-то протестности. Они готовы влиться в такой просто скромный, консервативный, без ярких флагов и лозунгов коллектив, но применить свое предложение. Главное, чтобы оно было сделано. И тоже есть разные пути здесь. Бывает, что оно сразу слышится и это делается, а бывает, люди разочаровываются, потому что это предложение твое, и тебе за него надо побороться и быть уверенным, что это людям надо, и что тебя поддержат с этим предложением. А иногда молодые люди, я тому не исключение, когда мы попадаем в эту систему, нам кажется, что мы сейчас придем, и это все возьмут, и все будет сделано. А получается, что оно должно быть сделано твоими руками. Усилие надо приложить. Усилие нужно приложить, нужно убедить коллег, нужно найти. А иногда нужно просто самому сделать и пройти все двери и стены. То есть вот так иногда нужно сделать. Поэтому, конечно, здесь каждый молодой человек выбирает свой путь, у каждого свой выбор. То есть у вашей партии есть что предложить, и интересная работа должна быть. Вспорно выходить к нам, да, молодые люди все, пожалуйста, нам нужны. Нам нужны молодые, свежие взгляды на решение вопросов, потому что, как я говорю, знаете, я молодых учителей очень люблю подключать к разработке предложений. Например, по бюрократии, как побороть бюрократию в системе. Мне очень нравятся предложения, например, чувашских учителей, которые действительно предлагают интересные вещи. Они предлагают просто приложение, понимаете, которое само заполнит все и все сделает. То есть у молодых людей вообще нет проблем. А когда взрослые мои коллеги собираются, люди обсуждают проблемы, понимаете. То есть вот эта вот скорость и простота решений, она должна быть от молодого поколения. Поэтому, да, надо молодыми людьми заменить всех тех, кто постарше. Я за. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова